Пам-пам! Выборы в США, неожиданные жертвы коронавируса и буквально пару слов о Моргенштерне. Привет, я Руслан Усачев и сегодня мы поговорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. Я постарался сегодня сбалансировать видео, то есть будут новости о таких важных геополитических событиях и будут новости о не менее важной херне. Сегодня у вас новостная биполярочка. Приятного аппетита! Пам-пам! Событие, от исхода которого зависит будущее всех подъездов России. Выборы президента США. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп против демократа Джо Байдена. Бьются за право следующие 4 года управлять крупнейшей экономикой мира и правом ссать у меня в подъезде и выкручивать лампочки. Вообще, конечно, очень рисковые ребята. Я бы на их месте несколько раз подумал перед тем, как выдвигать свою кандидатуру на место президента США, потому что буквально одна ошибка и тебя тут же уничтожат Соловьев, Киселев. И вот, ну, тот чел, который с внешностью дефолтного пьяного соседа. Вот это. Короче, стоило ли он того взваливать на себя этот груз ответственности, время покажет. И победил в итоге Джо Байден. Наверное. Ну, то есть, это окончательно все еще неизвестно. Короче, штука же в том, что у них очень мудреная система выборов в США. Плюс на нее наложился коронавирус. И все подсчеты затянулись дольше обычного. У них же не прямое голосование, а через систему выборщиков. Есть 50 штатов, плюс там пара бонусных территорий. И везде очень разное население. Если бы просто подсчитывали по большинству голосов, суммарному, то достаточно было бы вести активную кампанию в пятерке самых больших штатов, а на остальные можно было бы спокойно забить. Поэтому у них есть выборщики, число которых поделено между штатами таким образом, чтобы, ну, грубо говоря, уравнять вес итоговый всех этих штатов, всех этих территорий. И если в условной Калифорнии живет там 10 миллионов человек, и, допустим, Трамп набирает там 5 миллионов и один голос, то считается, что весь штат, все 10 миллионов за него, то есть все выборщики этого штата, отдают ему свой голос. Такое как бы округление происходит. Это приводит иногда к забавным ситуациям, типа президентства Трампа, за которого проголосовало по факту меньше людей, чем за Хилари Клинтон, но из-за вот этой непрямой системы он победил по итогу. Так вот, помимо того, что каждый штат должен все подсчитать, еще ковид добавился. То есть многие люди по почте, допустим, голосуют, что затягивает, естественно, все. Трамп еще год назад начал кричать, что там будут махинации, все, вбросы, не доверять никому. И, собственно, сейчас он продолжает то же самое. Он критикует эти почтовые голосования, он объявляет там какие-то судебные иски, требует отменить голосование в тех штатах, в которых ему неудобно. И если напрячь фантазию, можно даже представить, что Трамп во главе республиканских штатов начинает прям гражданскую войну в США, потому что ему как-то зашкварно на фоне остальных президентов, которые обычно там два срока отсиживали в последнее время, а он что-то вот после одного его прогнать хотят, как-то неприятно. Самый главный вопрос, из-за которого под счетом голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания занимается реально каждая бабушка России. С каким президентом США России будет лучше? Алло! Да не с каким. Мы как страна пересрались вообще со всеми, с кем можно. Китай из помощи нам разве что помогает там лес вывозить. Цена на нефть падает, доллар растет. Как будто у президента США других проблем не будет, кроме как вот задача с Россией-то дружить в итоге. Или враждовать, или уважать ее как надежного партнера. Он президент США, у него своя сторона, есть свои заботы. Для этого его выбирают. Ну и вот плюс Байден сейчас побеждает, да, вы вообще его видели. Он же как бы на последнем издыхании. Он был вице-президентом при Обаме, потому что когда Обама выдвигался, он выглядел слишком молодым. Рядом с ним поставили типа старшего брата, чтобы вот впечатление для имиджа. Старший брат, желательно еще и белый. И спустя 10 лет тот чел, который тогда уже был старым, решил стать президентом. Я видел ТикТок, где стендапер говорил, что для американцев голосовать за Байдена, это как будто у тебя машина, в которой постоянно мигает лампочка «Проверьте двигатель», но ты ее игнорируешь старательно, потому что главная твоя цель – выехать из 2020 года. Дальше уже, дальше разберемся. Пам-пам. Вы должны про меня кое-что знать. Мне за это немного стыдно, при этом я как бы ничего плохого для того, чтобы так получилось, не делал. У меня не очень высокий рейтинг в Яндекс.Гоу, типа 4,8. Но, честно, я неплохой пассажир такси, я не вызываю машины в какие-то труднодоступные места, я не пачкаю салон, не заставляю долго себя ждать, я здороваюсь, благодарю за поездку, чаевые оставляю. Вы же знаете, что можно оставлять чаевые, если карта привязана в приложение. У меня они даже по умолчанию включены на 10%, то есть легче добавить или убавить, в случае, если там поездка из ряда вон получилась, но по умолчанию включены. Потому что водители такси так часто уже выручали, то есть я постоянно куда-то спешу, нервничаю из-за того, что там на самолет опоздаю или до города долго добираться. То есть, ну, просто вспомните времена, когда нужно было звонить, чтобы вызвать такси. Или вживую разговаривать с мужиками, которые у вокзала тебя ждут. То есть там в Питере я еще более-менее ориентируюсь, я примерно понимал, что мне пытаются в два раза обсчитать. А в новых городах такое не работает. То есть оставалось просто доверять человеку. Сейчас в Яндекс.Го вызываешь такси, сразу видно цену, видно, где машина тебя ждет. Слава прогрессу! Есть только два момента, которые, возможно, в моем поведении смущают водителей. Первое, это то, что я громко хлопаю дверью иногда, потому что я не представляю, как рассчитать силу для закрытия. Я в половине случаев закрываю, она хлопает на всю улицу. Во второй половине я ее закрываю, и она не до конца закрывается. Мне приходится ее открывать, закрывать еще раз. И она хлопает на всю улицу. Хотя, возможно, я просто схожу с ума, и водители даже не обращают на это внимания. А вторая причина, мне кажется, более реальная, более весомая. И вот по этому поводу я хочу обратиться ко всем водителям такси, которые либо когда-то в прошлом меня возили, либо вам предстоит это делать в будущем. Как вы понимаете, прошлое у меня с этой стороны, а будущее с этой. Так вот, если вдруг вы видите меня на заднем сидении автомобиля, то не переживайте, что у меня грустное лицо, или оно недовольное какое-то, ничего, скорее всего, не случилось. Я не зол. Просто у меня лицо такое в жизни. Когда я вот на видео не кривляюсь, я неразговорчивый парень с грустным лицом. Сейчас еще в маске. Хотя, возможно, из-за этого у меня в последнее время, кстати, подрос немного рейтинг, потому что моего лица не видно. Короче, не принимайте мое лицо на свой счет. Лучше на свой счет чаевые принимайте. Как я, а? Соединил все. Пам-пам. Тут такое дело, что... Я подумал, что, наверное, стоит сказать пару слов про интервью Моргенштерна у Дудя, потому что все-таки главное видео года сейчас. Все просто. Я вставляю свои три копейки, это позволяет мне разместить Моргенштерна у себя на превью, и сами там еще лицо скорчат такое типа. Проблема в том... Проблема в том, что к моменту записи этого видео я, скажем так, слишком много успел подумать об этом интервью. Свалился в пропасть анализа. Чрезмерного. И теперь уже просто сказать, Моргенштерн ведет себя как подросток с деньгами, будет неправильно, потому что это не совсем так. Плюс я посмотрел ваши отклики на мой твит про то, что все это интервью это такой большой фильм про ошибку выжившего, и очень полярное мнение, что, в принципе, ожидаемо. Кому-то мерзко это смотреть, кому-то неинтересно, для кого-то все это интервью сплошной кринж. Я, на самом деле, рекомендую его посмотреть, потому что интервью не случайно такое длинное. По факту это, ну, чуть ли не документальный фильм, который охватывает не только вот самого рэпера интервью с ним, а еще ближайшее окружение, вот эти взаимоотношения с битмейкером по типу Бэтмен и Робин, выступления на концерте, рекламу нового ресторана, которым он владеет пополам со своими друзьями, ведь он туда вложил миллион долларов, а не свою дружбу. Ну да, верю. И только потом уже начинается настоящее интервью со сложными вопросами, на которые артист отвечает абсолютно так же спокойно, просто, демонстративно, рисково, как и в начале. Но из-за того, что зритель имеет этот багаж знаний, ему уже легче расшифровать, где он говорит правду, а где что-то скрывает. То есть и скрывает не только там работу и контакты с властью, а еще какие-то свои ошибки, свою неуверенность, свои переживания. Мне уже стыдновато, что я столько времени говорю об этом интервью, и у меня еще есть что сказать. Ну вот, простите, я случайно о нем задумался. Главное, не спрашивайте моего мнения о четвертом сезоне шоу «Кондитер», которое я сейчас досмотрел, то есть меня вообще совсем унесет. Если что, переходите к следующей новости, у меня как бы все видео на главу поделено для вашего удобства. Подводя линию, скажем так, промежуточную, лично мне Моргенштейн, в принципе, приятен, чтобы вы понимали. То есть, ну, как бы посмотрите. Высокий какой парень, скулы у него до колен. Я про то, что он как артист интересен, то есть наблюдать за ним занятно, это вызывает эмоцию. Плюс он реально круто выступает вживую, то есть он же выступал на Витфесте пару раз, в те времена, когда у него еще не было вот именно музыкальных хитов, но все равно само выступление выглядело офигенно. Ну и два момента, вот как бы две интересные мысли, на которые меня натолкнуло интервью. Первое, то что вот позиция, текущая позиция Моргенштерна, которая, возможно, к концу этой новости поменяется, и, соответственно, противоположно, что вот текущая позиция, это систематическая ошибка выжившего. То есть у него же очень быстрая и успешная карьера, он сам окружил себя такими же успешными людьми, и это весьма неполноценная выборка, чтобы делать какие-то выводы о России. И в такой ситуации логично ожидать от человека мнение, что реально любой человек может в жизни добиться чего угодно, главное захотеть и начать что-то делать. Что реально учителя и врачи, которые сидят с низкой зарплатой, они сами виноваты, им всем нужно пойти на самом деле в частные школы и клиники, всем этим миллионам людей во все эти три частные школы. И что раз люди сами ничего не делают, то как бы странно предъявлять Путину за что-то, ведь он красавчик. Зачем в такой системе, где все в принципе само может работать и все при желании могут быть довольны и обеспечены, зачем в такой системе вообще нужен абстрактный Путин или там, ну, правительство типа, которое забирает у Моргенштерна подоходный налог с его миллионов? Он об этом не задумывается. Ну то есть на самом деле ему это не нужно задумываться об этом, потому что нет повода для этого. Чтобы двигаться вперед, легче обрубить вот эти мысли и сфокусироваться на цели. Это понятно абсолютно в рамках конкретного человека. Тут просто интервью, где до него дуть докапывается зачем-то. Второе, это мы уже еще на следующий уровень глубины и оверанализа опускаемся. То, что часть имиджа Моргенштерна это постоянная критика и вызов авторитетам и нормам. То есть вот отрицание того, что в песнях должен быть смысл. Грубое обращение с аудиторией. Постоянные заявления о том, что ему нельзя верить, что он врет, что вообще все, что он делает, это только ради денег, потому что это основная ценность. Грубо говоря, делает все то, что обычно не делают звезды шоу-бизнеса и деятели искусства, неважно, насколько они эпатажны. Естественно, часть людей это отталкивает, это неприятно звучит, но остальные люди видят в этом какую-то новую честность. Он типа крутой, потому что в лицо говорит как бы неприятные и плохие вещи, но на самом деле все остальные деятели шоу-бизнеса тоже так думают, просто об этом молчат. Не знаю, вот если бы мне, наверное, было пофиг на все нормы, то после каждой провокационной шутки я бы не срывался на нервный смех, который как бы демонстрирует, что сейчас произошел юмор. Но главное тут, что деконструируя образ поп-звезды, отвергая необходимость наличия смысла в тексте, упрощая музыку, сопровождая каждый свой трек перформансами, чтобы привлечь внимание, Моргенштейн как бы... Именно что занимается искусством. То есть это искусство, в котором смысл в демонстративном отсутствии смысла. Как помните, был антихайп, который ничего не делал, но заявлял, что они искусство. Вот Моргенштейн это как бы наоборот. Он заявляет, что он ничего не делает, и поэтому является искусством. Единственное, что он как будто вынужден сам это в интервью объяснять, и это как-то неловко и не круто, по-моему. Все, я думаю, здесь надо остановиться. Вполне возможно, что ничего из того, что я сказал, нет в этом интервью. Да и не страшно, потому что как бы сам процесс разгона этих мыслей был интересен. Если у вас тоже есть что добавить, то добро пожаловать в комментарии. Не один же коронавирус обсуждать все-таки. Пам-пам. Я читал комментарии под предыдущим видео, и Карина обратила внимание, что я размещаю вот эти ютубовские рекламные вставки между новостными сегментами. Прикольно, что вы заметили. Я правда так подумал, что это наиболее логичный вариант, потому что заканчивается одна мысль, начинается другая. Вот есть эта перебивка, куда, в принципе, можно интегрировать рекламную ютубовскую вставку. К сожалению, я иногда ошибаюсь с таймингом, и поэтому YouTube обрезает часть моих фраз... Пам-пам. Кстати, про коронавирус. В Дании ученые обнаружили, что норки, ну, которых разводят для меха, подхватили ковид, и он в них мутировал. И таким образом, что вот в новом мутированном виде он может вернуться к человеку. А это на секундочку. Если такое случится, то, в принципе, вот все разрабатываемые вакцины можно смело в помойку убрас, потому что теперь новый вирус. Поэтому Дания, как лидер по разведению норок в мире, решила принять очень сложное и кровавое решение умертвить все поголовье норок, а это 17 миллионов особей. То есть, подчистую все фермы в стране должны будут это сделать. Испания, Нидерланды недавно то же самое делали, но там как бы намного меньше их было. Жалко, естественно, пушистиков, хотя, с другой стороны, как бы это и была их изначальная судьба, здесь просто они быстрее к финалу пришли. Ну и жалко фермеров, у которых фактически разом накрывается дело их жизни. На всякий случай, я подсчитал, если представить, что вот все эти 17 миллионов норок это самцы, то из полученного меха 17 миллионов норок можно будет сделать 740 тысяч шуб. Я жду распродажу теперь. Но как это вообще будет с точки зрения защитников животных, если покупать шубу, которая, в принципе, появилась из-за ликвидации опасных для человека животных на ферме? Ну не выбрасывать же добро. Пам-пам! На Ютьюбе, кстати, случилось историческое событие. Сменился лидер по числу просмотров, то есть самое просматриваемое видео в истории. Аж с 2017 года бессменным лидером была любимая всеми баллада любви Диспасита. Но Титан пал, и у нас новый король просмотров. Это семейная драма о выживании Бэйби Шарк. Англоязычная версия корейской детской песенки набрала более 7 миллиардов просмотров. Вы только вдумайтесь, какое количество раз ее слушали дети по всему миру, чтобы вот добить до такого числа. Возможно, возможно, музыкальным критикам стоит уже изучать ее влияние на музыкальную индустрию и культуру в целом. То есть, ну, огромное число людей вырастет на этой песне. Как бы, что тут сказать? Живем в эпоху кей-попа. Это технически тоже кей-поп. Для тех, кто, глядя на Диспасита и Бэйби Шарк, видит только два говеных трека, у меня печальные новости. У вас нет вкуса к высокому искусству. Нет, у меня просто печальная новость в том, что, в принципе, весь остальной список всех самых просматриваемых видео вас не порадует. Ну, разве что наличие в топе серии русского мультика Маша Медведь, 4,3 миллиарда просмотров. И то, что старичок Ганнам Стайл все еще в десятке держится. Скромные 3 миллиарда 800 миллионов просмотров. Технически тоже кей-поп. Короче, либо попса, либо детский контент, вроде там цветные яйца Мирошки ТВ. То есть, вот в таком мире мы живем. А теперь посмотрите вот на это видео. Сколько там просмотров внизу написано? Наверное, даже жалкого миллиарда нет. Срочно перезагрузите страницу, чтобы мне засчитали еще один просмотр. Вдруг это так работает? Я не знаю. Возможно, это считается читерством, меня забанят. Так что на ваше усмотрение. Я не призываю. Лишь хочу сказать, что, может быть, кто-то из вас тоже помнит те времена, когда самым популярным видео на ютубе была легендарная эволюция танца. Невозможно было даже представить, что кто-то побьет его по просмотру, ведь там было аж 10 миллионов просмотров. Вау. С этой новостью все. На всякий случай приношу свои извинения тем, у кого теперь в голове заела Деспасита или Бэйбишарк. Или даже еще хуже, ремикс из этих двух песен. Пам-пам. У вас когда-нибудь было такое, что вы не можете придумать, что подарить близкому человеку? Типа, ну у него все есть. Он как бы дорог вам. Вы хотите сделать ему приятно, но просто нет идей. Это значит, что вы не Канни Вест. Ведь он своей жене на день рождения подарил голограмму ее покойного отца. Так, на секундочку, вот давайте сейчас попытаемся разобраться. Канни Вест, он же не только нанял актера, который записал видео для голограммы, не только приделал ему лицо там каким-то дипфейком, видимо, чтобы изображать покойного отца Ким Кардашьян, и не только написал для него текст. Текст, в котором покойный отец хвалит, как повезло Ким Кардашьян с ее отличным мужем Канни Вестом. Ладно, самое основное, что ему как бы вообще пришла в голову такая идея. То есть вряд ли же это у нее было там в вишне стена Пинтересте, или вряд ли он за ней весь год бегал и искал какие-нибудь подсказки, что ей подарить. Блин, я так скучаю по папе. А еще я вот что подумал. Раз он уже как бы организовал создание этой голограммы, все было готово, то, скорее всего, есть какие-то дополнительные материалы, которые не были показаны во время дня рождения, которые он припас на всякий случай. Допустим, в какой-нибудь момент они будут спорить из-за того, кто должен помыть посуду, или что ходить дома в одних трусах и пукать при гостях, это не очень хорошо, и Канни сразу такой включает голограмму. Любимая дочь, я всегда хотел сказать тебе, мой посуду и хватит пердеть при гостях. Знаете, я всегда считал, что я против прогрессивной шкалы налога, что вот все должны платить одинаковую ставку налога, неважно, ты богатый человек или ты бедный. Но, глядя вот на такое, мне кажется, что реально вот семье Кардашьянов там вот накинуть хотя бы парочку процентов подоходного было не лишним, потому что они уже какой-то совсем странной фигней занимаются. Усачев шоу, ставьте лайки, жгите богачей. Пам-пам. Это все новости на сегодня, с вами был Руслан Усачев и мои необоснованно продолжительные размышления об интервью Моргенштерна у Дудя. Если вам вдруг такое понравилось, то ставьте лайк и обратите внимание на одно из этих видео, они тоже неплохие. А если вы еще поделитесь этим видео в какой-нибудь социальной сети, то у меня для вас комплимент дня. Вот послушай сейчас. У такого замечательного человека, как ты, обязательно все получится. У Моргенштерна же получилось чем-то хуже. Пока!